МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совершенно нетрудный, следя за чемпионатом страны, был у слонимских газовиков соперник в 23-м туре. Приветствуем вас на матче чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд 2-й лиги. Белтрансгаз сразу бросился подбирать ключи к воротам 40-летнего Конопелька. Уже на третьей минуте удар Косинца блокировал защитник. Мяч отскочил к Снапко, выстрел которого стал добычей кипера Левадии. Через 4 минуты подача Германа с угла поля завершается ударом Косинца прямо в руки голкиперу. Спустя еще 5 оборотов секундной стрелки, Хмелюк выходит на ударную позицию, но бьет не сильно, и мяч становится добычей Конопелька. На 25-й минуте после широкой атаки Гом забьет в однокасание. Вратарь мяч отражает. Вскоре лучший снайпер Газовиков выстреливает вновь. Голкипер гостей укращает предмет игры. Самый явный момент Гомза не использует на 43-й минуте, когда после навеса Добрияна справа бьет в падении. Но ветеран команды из Держинска из-под перекладины вытягивает этот мяч. А между всеми этими моментами хозяинам просто не везло. Держинска из-под перекладины Первая половина матча результата так и не принесла. Второй тайм начался с неожиданного пенальти в наши ворота. Со своей половины поля Держинские футболисты отправили в прорыв Клемихина. Тот в соперничестве с Анциповым вышел на ударную позицию в штрафной площади. Берг выбежал навстречу, пытаясь отразить выстрел соперника. Но спустя мгновение после удара Клемихин зацепился за подставленную ногу Анципова и упал. Арбитр указал на точку. Скворчевский был точен. Но через 10 минут слонимчане отыгрались. Вышедший на поле Жигало первым же касанием мяча восстановил равновесие. Через 5 минут у Александра возник еще один момент. Реальный шанс не используют газовики на 79-й минуте. Навес Германа справа отбивает защитник Левадии. Мяч снова попадает к нашему хаву, который головой отправляет его к воротам. Там выше всех выпрыгивает Анципов. И после его удара головой мяч от земли летит под перекладину. Но на своем пути встречает ногу Снапко, от которой перелетает ворота. Очень напряженно прошла заключительная пятиминутка игры. Вначале Герман исполнил стандарт слева. Круглый в сидячем положении принял мяч и ударил поворотом. Конопелька отбил мяч, а Скворчевский головой откинул его на набегавшего Гомзу. Дмитрий от души приложился к удару, но мяч летит в автора голос Лавничан, который отбивает его руками. Но судья не реагирует. Вскоре команды обмениваются взятиями ворот и финальный свисток фиксирует боевую ничью 2-2. Несмотря на потерянные два очка или добытое одно, руководитель слонимского ОМГ Юрий Бессонов поздравил футболист. В следующем туре, который пройдет в воскресенье 2 октября, состоится дерби за промежуточное третье место между двумя слонимскими коллективами. Ждем болельщиков на стадионе. Вас будет ждать захватывающее зрелище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова